По сценарию легенды учений, десант противника высадился недалеко от украинско-белорусской границы, около важного объекта критической инфраструктуры. Его с наблюдательного пункта обнаружила украинская разведка. Следить за противником помогают квадрокоптеры. Высадка десанта была замечена на взводном пункте. Был доклад наблюдательного поста об обнаружении двух Ми-8. Количество личного состава – примерно 40 военнослужащих. На перехват противника направили подразделение Нацгвардии Украины. Военнослужащих прикрывает минометная батарея. За считанные минуты они заняли позиции и готовы открыть огонь. Первый готов. Первый готов. У них на вооружении миномет 120-го калибра. Несмотря на год выпуска, 1956-й, орудие в исправном состоянии. Но он еще работает, и мы довольно точно стреляем. Это очень хорошее оружие. Лучше потратить на 30 секунд больше времени, но прицельно навестись, чтобы с первого раза можно было попасть как можно точнее. Разлет осколков при взрыве – до 250 метров. Миномет способен наносить удары на расстоянии от 800 метров до 6 километров. Снарядов достаточно. У подразделения есть все необходимое для минометной батареи, для того, чтобы вовремя открыть огонь по вражеским силам. С ликвидацией десанта противника во время учений расчет минометчиков справился. Говорят, то же самое при необходимости готовы делать и в реальных условиях, если оккупационные войска посмеют снова наступать со стороны Белоруссии. Пусть приезжают. Им здесь будет горячий прием. Мы им все устроим. Не думаем, что им понравится. Ребята в хорошем настроении и настроены на победу. Затем на зачистку территории от десанта противника направляются специальные подразделения на бронетехнике. На вооружении – советские образцы, а также современные украинские и зарубежные разработки. Есть все образцы вооружения. От стрелкового оружия до артиллерийского. Военнослужащие постоянно, круглосуточно находятся на дежурстве. И все огневые средства готовы ответить. Есть чем отвечать. До 10 минут и ответный огонь будет. Адекватный. По словам генерала-лейтенанта Сергея Наева, сейчас на границе со стороны Беларуси дислоцируются 6-е и 120-е артиллерийские бригады. Они также проводят учения, отрабатывают форсирование водоемов. Если вдруг с той стороны заметят увеличение численности войск, Украина также готова наращивать силы на этом направлении. Что касается государственной границы, то она тщательно охраняется и подготовлена к обороне. Усилена боевая служба, усилено ведение разведки и осуществлено прицеливание разведки на получение важной критической информации, которая необходима нам для принятия необходимых адекватных мер. Ситуацию в северной операционной зоне, командующей объединенными силами ВСУ, считает стабильной и контролируемой силами обороны Украины. Диана Филюк из Ровенской области для телеканала «Фридом».